Всем доброго времени суток. До начала главного шахматного события двухлетия осталось всего лишь три дня. Это означает, что пришла пора показать вам партию, которая заняла третье место в нашем хит-параде. Партия была сыграна в мемориале Гашимова в городе Шанкир в 2015 году. Фабиан Акуран играл белым цветом, и в этой партии он, в принципе, изменил себе. В какой-то степени, и сделал первый ход Д4, который в его партиях встречался достаточно редко. Ну и Магнус не остался в долгу, он уклоняется от наиболее привычных для себя дебютов и играет голландку. Играет голландку, более того, получается основная позиция каменной стенки. Причем обратите внимание на порядок ходов. Более популярен за черный ход Д5, но Д5 дает белому возможность применить довольно-таки опасную для черных схему, именно сыграть коня Ш3. То есть в этом случае идея белых заключается в том, что именно конь с Б1 быстро-быстро идет на Ф3, а конь с Х3 занимает либо хорошую клетку на Ф4, либо в вариантах он может перейти на поле Д3 и поддержать опорный пункт Е5. Поэтому черные не спешат с ходом Д5, играют с Х6. Идея в том, что теперь на коне Х3 есть ход Д6. И если белый конь попадет на поле Ф4, то его всегда можно будет встретить путем Е6-Е5. Если же белый конь туда не идет, то не совсем понятно, что он делает на клетке Х3. Белые, наверное, тоже могли каким-то образом хитрить, не спешить с ходом коней Ф3, но каруана предпочел не мудрствовать, развил коня на центральную клетку. Магдус получил ту структуру, которую он хотел, именно каменную стенку. 2-0 слон Д6, Б3, Ферзь Е7. Обратите внимание на ход Ферзь Е7, черные не дают белым, скажем так, без проблем поменять чернопольных слонов. Потому что, например, на ход 2-0 слон А3 было бы весьма сильно. Ферзь Е7, ну и здесь каруана сыграл слон Б2. В принципе, стандартная идея, белые хотят сыграть. На мой взгляд, белые хотели бы сыграть Ферзь С1 и слон А3, но, как мы увидим, Фавиана здесь предпочитает несколько другие планы. Б6, конь Е5, ну вот конь Е5 ход не очевидный. Сказать, что американский шахматист достаточно много времени тратил здесь в дебюте, очевидно, что голландка стала для него сюрпризом. Но, повторюсь, что достаточно разумно за белых смотрится ход Ферзь С1 с последующим слон А3. Белые бейзин дуют на небольшой перерез. Конечно, конь Е5 тоже не ошибка. Белые завершают развитие. Правда, конь Д2 на самом деле стоит, возможно, не лучшим образом. Особенно в том случае, если черные, как в партии, будут проводить план с ходом А5. Последовало Е3, конь А6 и конь Б1. Ну, то есть белые таким образом, на самом деле, признают свою ошибку. По крайней мере, признают то, что конь на Д2 стоит не лучшим образом. Теперь он переходит на С3. Обратите внимание, что черные с одной стороны развели некоторую активность на Ферзь Фланге, с другой стороны ослабили ряд полей. Если белый конь сможет попасть на поле А4, то у черных могут возникнуть некоторые проблемы с защитой пешки Б6. Если же она пойдет вперед, то ослабнет пункт С5. С другой стороны, все-таки конь Б1 связан с потерей времени, и Макдус нашел способ это подчеркнуть. Сделал очень сильный, очень конкретный ход сломбит Е5. Конечно, черные тоже могли заняться благоустройством своей позиции. Вместо этого могли сыграть конь Б8, потом поставить конь на Д7, защитить пешку на Б6 заблаговременно. С нормальной игрой, но Макдус предпочитает играть активней, по белым полям. И вот мне кажется, что именно в такой вот игре, скажем так, таятся шансы чемпиона мира на то, чтобы сохранить в предстоящем матче свое звание. То есть, как мы увидим, среднее качество ходов в этой партии, в принципе, в позициях подобного типа, у Макдуса выше. Последовало А4, и вот здесь вот, мне кажется, был последний шанс для белых получить полноправную игру. Но для этого пришлось бы сделать несколько не очень красивых ходов. То есть, сильнее всего здесь было сыграть слон А3. Вынуждается 5, после этого пойти Ф3, выгоняя коня с поля Е4. И здесь вот, после ЦД, слон Д5 и довольно неожиданного хода БА, оказывается, что у белых, в принципе, неплохая позиция. Конь выходит на Ц3. Пока, конечно, отличной пешки толку довольно мало, но с другой стороны, черным можно потратить время, чтобы ее отыграть. И, вероятно, эту позицию можно оценить как примерно равную. Ну, конечно, вся борьба впереди, и достаточно серьезный есть дисбаланс в этой позиции в том плане, что и у белых, и у черных есть серьезные плюсы и минусы в позиции. Вместо этого Ф3 на цыгал конь С3. Ну, и здесь после АБ, АБ уже стало очевидно, что черные играют на победу. РСБ4 нападает на пешку Б3. После конь Е4 последовало, конечно, именно ДЕ. То есть, таким образом, Нагнус скрывает линию Д, готовится занять ее ладьей, конь идет через С5 на Д3, но также по-прежнему с пешкой Б3 довольно серьезные проблемы. Слон на Ж2 заперт, если же белые проведут Ф3, то создадут себе некоторые слабости на королевском фланге. Пока нужно решать проблему с пешкой Б, последовало ФС2, конь С5. По-прежнему на Б3 висит. Казалось бы, что защищать пешку нечем, но вот Фабиана нашел здесь идею, которая позволяет спасти материал. То есть, срвался он С3. Произошел размен кунь С5, Ладья Б6, кунь А4. Тотальные размены. Ну, и вот кажется, что перевес черных здесь чисто символический, и у шахматиста с рейтингом за 2800 эту позицию выиграть невозможно. Но, как мы увидим, у Магнуса были свои мысли по этому поводу. И достаточно быстро он поставил перед соперником очень серьезные проблемы. Но, опять-таки, зная результат этой партии, зная то, как она протекала, можно посоветовать Фабиана. Можно посоветовать белым ход Ф3. То есть, да, белые создают слабости, но зато они все-таки активизируют собственного слона. Да, он начал бы бить в пешку С6, но даже если она встала бы на С5, где эта пешка неуязвима, то у белых появились бы какие-то конкретные идеи. Может, слон через С6 куда-то заходил бы на Д7, с идеей атаковать пешку на Е6. А может быть, после Е в слона Ф3 у белых появилась бы дополнительная идея сыграть Ж4. И, конечно, шансы белых на ничью здесь все-таки выше, чем шансы черных на победу. Вместо этого последовала ладья Е7, но этот ход является не то, чтобы потерять темпа, но, по крайней мере, он лишает белых активной ладьи. Соответственно, к пешке Е6, к пешке С6 приорезаться становится намного труднее. По-прежнему, Ф3 здесь, скорее всего, было наиболее разумным действием со стороны белых. По-прежнему, это давало им хорошие шансы на ничью. Но Фабиано предпочитает не менять структуру, и это решение постепенно начинает, скажем так, негативно сказываться на его позиции. То есть ладья А3, конь Б1. Ну и вот здесь Магнус нащупал идею, то есть конь идет на Ф3. Черные даже готовы допустить размен этого коня на белопольного стола, после чего создадутся матовые угрозы белому королю. Ну и пока белые будут отключены на то, чтобы защищаться от этих матовых кроссов, черные проникли платье в тыл и, по крайней мере, должны выиграть таким образом пешку. Ладья А1 последовала. Возможно, ладья А6 или ладья А5 было несколько сильнее, но разобраться в этом за доской было крайне трудно. Конь Д2. Ну и вот здесь Фабиано стоило принять довольно трудное решение и не препятствовать поцарению черного коня на Ф3. То есть сильнее всего была ХР2. После конь Ф3 ладья А6. Ну и вот таким образом пытаются белые приставать к пешкам. Черные, разумеется, ищут активную игру против белого короля. На самом деле это достаточно опасно. То есть вот если, например, взять здесь на Ц5, то, прошу прощения, то неожиданно белый слон на Е2, оказывается в неловком положении. После слона H5, G6 он теряется. Но белые не обязаны идти у черных на проваду. То есть брать на Ц5 не стоит. Вместо этого можно продолжать, скажем так, нападать на черные пешки. И здесь вот, судя по всему, белые удерживают позицию. Вместо этого последовало слон Е2. Конечно, Магнус с радостью все равно поставил коня на Ф3. Здесь уже король Ж2 не имеет никакого смысла, потому что черные просто остаются с лишней пешкой. То есть пришлось брать. И, возможно, Корана считал, что все-таки владеи на манчеле при равном материале его шансы на ничью велики. На самом деле черные фиксируют королевский фланг. И оказывается, что позиция белых здесь практически безнадежна. То есть если белый ладья пытается активизироваться, то черные просто заходят за пешкой Ф. Если же белые стоят пассивно по первой горизонтали, то черные сыграют ладью на Ц2, создадут угрозу ладью на Ц2, белым придется поставить ладью на Ц1, но и после этого, к примеру, черный король может пойти вперед. Позиция была бы тяжелейшей. И Фабиан это понял, попытался вырваться из тисков, сыграл Ж4, но после еще одной четкой реакции со стороны Магнуса, а именно хода Х4, оказалось, что это не помогает. Белый король на Ж1 по-прежнему запрет в клетке, черные готовы подкрепить пешку Х4 путем Ж5. И, собственно, так в партии и получилось. Черные активизировали ладью, защитили пешку на Х4. Но оказалось, что на Ф2 защищать смысла нет никакого, потому что от этого потеряется пешка на Ц4. Ну и дальнейшее уже оказалось достаточно просто. То есть просто Магнус стал забирать материал. Да, на какой-то промежуток времени действительно здесь сохраняется материальное равновесие, но намного более здоровая пешечная структура, более активная ладья и более активный король здесь обеспечивают черным победу. И Магнус без каких-либо проблем здесь реализовал свой перевес. То есть белый загоняется в полный пассив, король на Х3 запотован, ладья должна оставаться на линии С. Ну и черные просто напали на пешку Ф. На ладья С3 теперь все равно поставят ладья Ф3 с победой. Ну а после Ф4 черного забирают, видимо, на просто все пешки по одной, поэтому Фабиано здесь признал свое поражение. Ну что можно сказать? Партия сыграна в типичном для Магнуса Карлсона стиле удава. Напоминаю, что это был 2015 год. На тот момент форма чемпиона мира даже превосходила нынешнюю. То есть норвежец сыграл очень сильно. И, как мы видим, если у него получалась позиция с небольшим давлением, то он крайне редко отпускал своих соперников. И вот даже Фабиано не стал исключением и не смог спасти эту партию. Всем спасибо за внимание. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok